Меня зовут Сергей Смородин, я тренер по вратарям женского футбольного клуба Кривбас. Профессиональная карьера, я считаю, началась в 16 лет, когда я выпускался в Академии Пахтакора. Играл за сборную в 16, мы тогда заняли второе место, взяли серебро на чемпионате Азии и вышли на чемпионат мира. Сильные команды, Чехия, Новая Зеландия, США, чемпионы своего континента. Никто не ожидал от нас такого большого успеха, что мы добьемся или выйдем из группы. Четвертьфинал в Урвай, конечно, сильная сборная, такие мужественные ребята, мы по сравнению с ними были такие мелкие, они уже такие в татухах, с бородой. Там уже мы, конечно, по игре проиграли и по счету 2-0, но ничего страшного, для нашей страны это был большой успех. Нас встречали, президент наградил, дали корочку мастер спорта международного класса. Так что, ну, как бы дальше так пошло. После этого пришли в клуб, ну, уже в Порт-Акор, дубль, и как бы я хотел играть. В дубле спускали основных вратарей хороших, в Порт-Акоре было достаточно в основной команде вратарей. И спускали их туда, на игры, то есть без игровой практики я находился вообще. И как бы мне предоставили в аренду футбольный клуб «Андижан». Он был в первой лиге, у них были амбициозные задачи, как бы, выйти в высшую лигу. Мы, как бы, справились с ней, и я туда пришел третьим вратарем. Как бы, 2-3 тура я, получается, первый вратар вышел, ошибку совершил, там, как бы, тренер дал второму шанс. Он сыграл, тоже допустил ошибку, и он уже подходит ко мне, давай, Серый, твой шанс, выходи. Если ты уже допустишь ошибку, я уже не знаю, тогда пойду уволюсь. Ну, вышел, уверенно сыграл, так здорово все пошло, и поддержка, тренер верил в меня, как бы. И вот так пошло, пошло, и я вывел команду, получается, в первой лиге, в высшую. Конец сезона, и уже мы играли там с футбольным клубом «Невчи». Такая хорошая тоже команда была среди лидеров, и, как бы, после этой игры меня пригласили туда. Конечно, было, таки, много нюансов там, много было споров, не хотели меня отдавать туда. Ну, как бы, решили все-таки. А там пришел вратарь с Рубина, помню, Казанского. Тоже олегионер, россиянин. И опять я тоже был, как бы, второй. Мы с женой приехали, получается, в отпуск в Киеве. И мне предложил агент на просмотр пойти в Черноморец, Одесский. Я такой, конечно, как за таких предложений можно отказываться. И я думаю, да, сейчас приеду, неделю потренируюсь и отправят обратно. Приехал, ну, как бы, там был Александр Бабич, главный тренер, он меня принял, так, вообще, позвал. Насколько человек располагает к себе, очень, вообще, здорово. Позвал меня, серый, вот, давай, покажи, покажи себя. Говорит, ну, мы тебе поможем психологически, там, ну, поддержал меня, познакомил с ребятами. Такая атмосфера была. Вот он умеет создать вот такую атмосферу семейную. Вышел, отрывал, помню, в начале пенальти потащил. И после этого уверенность пошла, как бы, и я уже и подстраховывал. И, как бы, все выполнения, ну, все, все получалось на поле. С третьего вратаря я стал вторым вратарем, ну, как бы, о своей работе я доказывал. Я действительно пахал, как, не знаю, утром, вечером. Мне даже и Саныч говорил, и, получается, Грановский Александр Анатольевич тоже. Он мне, как-то говорит, давай, иди отдохни, все, иди съездить домой, иди там. Хорош работать, хорош тренироваться. Я говорю, не, мне надо прийти, мне надо доказать, мне надо работать. У меня были большие амбиции. А в тот момент пришли новое руководство, пришли новые тренера. И, как бы, ряд игроков, 5-6 человек, их просто взяли, убрали. В том числе и находился я там. И, как бы, убрали тогда, когда уже все укомплектованы командой. Было тяжело вообще куда-то идти. А мне хотелось играть, и мне нужна была игровая практика. Был вариант, вот, агент там предложил Мальдивы. Мальдивы, он говорит, игровая практика. Поиграешь год, говорит, поиграешь год, как раз, и, говорит, там, ну, тебе обещают 100% игровую практику. И, там, по деньгам, там, ничего так было. Ну, говорит, ну, такой вариант пока есть для тебя. Я посмотрел, ну, мне самое главное было играть. И все, я поехал туда, сыграл, ну, получается, 90% игры, там, 10% я не играю, потому что у меня было, ну, травмировало спину, там, играл на уколах. У меня была, ну, очень сильно у меня грыжа была. И, получается, тренер даже подходит, я не могу просто уже играть, он мне подходит, говорит, надо сыграть. Я говорю, ну, не, не могу, я не могу, он говорит, давай на уколах, давай, там, это, я тебе дополнительно, там, премию выбью, там, мне, там, нужно эту игру сыграть, там. Я, получается, играл на этих уколах, но уже, как бы, загнулся. И уже мне сделали МРТ, мне, там, 6, пусть не ошибаюсь, 6 миллиметров грыжи, и, как бы, я не хотел, там, находиться, лечиться. Я попросил, как бы, полететь в Украину, как бы, там, ну, здесь, как бы, врачи, это, и, как бы, я надежнее себя чувствовал тут. И, получается, я лечился и проходил реабилитацию тут долго, после этого, ну, как раз уже конец контракта закончился, они мне предлагали продлевать. Я не захотел, так, как у меня было, было предложение в Латвию, в Прибалтику, как бы, команда выходила, там, с первой лиги в высшую лигу. Уже с ними мы договорились, как бы, и потом, все, вроде, я вылечился, я должен был туда лететь, мы прилетели, и, ну, эта команда, как бы, вот, вышла из первой лиги в высшую лигу. И они должны были какой-то взнос платить, они не заплатили, как бы, себя банкротами. Когда ты полгода пропускаешь где-то, ты уже почти никому не нужен. На просмотр просился, никто, все укомплектованы, мало кто брал, и вот так мне потом предложили пойти тренером. В Кривбасе мне предложили тренером быть, я работал с Кривбас-2, получается, у меня был основной акцент, ну, и помогал академии тоже. Мне позвонил Артем Сергеевич, сказал, все, поздравляю с повышением. Я такой, опа, сухим повышением. Эмоции, ну, знаете, как это словами не передать, вообще адреналин, потому что знаешь, что даже по этому чемпионату, насколько девчонок можно мотивировать, девчонки, ну, это все впитывают. Они, ну, как бы, выходят на поле, они уже готовы. Их нужно смотивировать, и они, у них все получится. Потому что, насколько я понял, что с девочками надо больше общаться, как именно по вратарям, больше общаться, разговаривать с ними, как бы, и опять же, мотивация, все зависит от психологии. И когда они психологически готовы, потому что они в тренировочном плане все выполняют, все здорово, все впитывают. Они хорошо в тренировках, у них все получается. Осталось это все переложить на игру. А чтобы на игру переложить, это нужно в голове, быть уверенным. И, как бы, они это все впитывают, мне нравится. И у них получается. Во время игры, блин, ну, как бы, когда они, там, получают... Ну, то, что мы отрабатывали на тренировках, там, всю неделю работаем, акцент делаем, там, под соперником. И все равно под соперником постараемся каждый раз. И, как бы, соперник, там, больше флангами атакует, значит, мы тренировочный процесс подстраиваем под это. И когда это получается во время игры, и девочки великолепно действуют, то я просто мурашки по коже. Ваня, скажи, скрипас вперед! Скажи, скрипас, сын, крылья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok